Периодичность остатков. Найдите остаток от деления на 7 числа, десятичная запись которого состоит из 1 994 единиц. Здесь написано 1994 единицы, и мы делим это замечательное число на семёнку. Ребята, эта задача не требует ничего, кроме умения делить уголку. Давайте мы просто возьмём, и такое вот длинное-длинное число будем самым естественным образом делить, даже пока не важно, сколько там семёнок, просто будем делить его на 7. Как это делается? Сначала надо взять по одному и вычитать 7. Согласны? Получится четвёрка. Снести единицу. По сколько берём? Значит, вычитается 35, получается 6. 61. По сколько берём? По 8. По 8. Значит, 56 вычитается, остаётся 5. Единичку сносим. Берём по сколько? По 7. По 7. Вычитаем 49, 21. По сколько берём? По 3. Слушайте, интересно получилось. Ребята, получилось очень интересно. 15,873. Если мы умножим на 7, то получим 111,111. Значит, по 6 цифр мы с вами сможем... Поняли? Замечательно. Значит, частное будет выглядеть так. 1,5,8,7,3. Дальше будет у нас нолик. Потом опять 1,5,8,7,3. Опять нолик и так далее. Значит, если цифра единиц была 1994, 1994 единицы. То для того, чтобы понять, как у нас там всё будет, надо разделить это число с остатком на 6. Вычитаем, получаем 18. Здесь будет 19, будет опять 3. Минус 18. Будет 14. То есть, 2 минус 12. Ох, как хорошо. Остаток такой же, как если бы мы делили число, в котором всего лишь 2 цифры. А что такое число, в котором 2 цифры 1? 11. А какой остаток даёт число 11 при делении на 7? 4. Таким образом. Мы решили эту задачу, не выписывая полностью процесс деления, а сообразив, что он будет происходить так вот циклическим образом. То есть, если разбить по 6 цифр, то благодаря вот этому замечательному равенству можно на самом деле обратить внимание не на всю тысячу 1994, а только на 2 единицы. 587-я пункт А. При каких n число, записанное n единицами, делится на цело на 7? По-моему, ответ уже очевиден. При каких? Если n делится на 6. Молодец. Совершенно верно. Тогда и только тогда, когда число n кратно 6. Такой же вопрос. Рассмотрим число, записанное при помощи сотни единиц. Сто-значное число, у которого все цифры единицы. Делится оно на 13 или нет? Заметьте, мы заменили число 7 на число 13. Это означает, что, к сожалению, вычисление придется проводить заново. Какое вычисление? Деление уголком. Совершенно верно. Давайте сделаем. Ребята, на самом деле, я ответ знаю наизусть. Я даже потом вам объясню, почему я его знаю наизусть. Но, что называется, для вас, поделим. Так. Сначала надо взять, наверное, по 7, не по 8, по 8. 80 и 24, это 104. Так. Будет у меня здесь 71. Это я возьму по 5. Минус 65. По 6. 61 надо взять по 4. Надо взять по 4. Это 52. Вычитаю. И 91. Надо взять по 7. Вычитаю. 91. Получается 0. Таким образом, число, записанное при помощи n единиц, делится не только на 7, но и на 13. Оно делится тогда и только тогда, когда n делится на 6. Потому что здесь все время получались нетривиальные остатки, а вот как только 6 единиц, так сразу остаток 0. Мораль. Поскольку 100 не делится на 6, то и это число тоже не делится на 13. Так. Теперь вопрос. Откуда я это знал? Ответ. Я умею разлагать число 111.111 на множители. А именно, я знаю, что это 111 умножить на 1001. И число. Совершенно верно. 1001 это 7 умножить на 13. Помните еще кто-нибудь на что? На 11. На 11. Совершенно верно. 7 умножить на 12 умножить на 1. Поэтому отсюда такое свойство замечательное и возникает. И про 7 умножить на 13. Так. 588 это собственно то, что мы уже сказали. Если число записано n единицами делится на 7 или на 13, то оно делится соответственно на 12 или на 7. Потому что признак один и тот же. Количество единиц должно нацело делиться на 6. Следующая задача. 589 Найдите сотую цифру после запятой в десятичной записи числа 1 седьмая. Но это я уже не буду вам помогать делать. Пожалуйста, кто-нибудь выйдите в доске. Разделите единицу на 7. и мы с вами посмотрим, как устроена десятичная запись числа 1 седьмая. 2 седьмая. 3 седьмая. 3 седьмая. 28, вы что делаете? 4 на 7 74 Это 4 на 4 Все Дальше 0,134 1000 0,134 0,144 10,140 Вам еще работайте работать. Вы нашли 2 цифры, надо найти 100 А почему цифры не пишите вообще? В этом месте у нас процесс пошел абсолютно так же, как вот в этом месте. Видите? Поэтому на самом деле вот это называется период. 1 седьмая это периодическая десятичная отходка. Теперь нам за 100 на 7 делится. Не на 7. Если нас интересует сотая цифра после запятой, то мы с вами должны число 100 разделить на 6. Давайте посмотрим, сколько это будет. А старт 4. Значит, на самом деле сотая цифра это то же самое, что четвертая цифра после запятой. А четвертая цифра после запятой это действительно восьмерка. Понимаете, то, что уже конкретно посмотреть, какая там цифра четвертая, не самое интересное. Важно, что последовательность и реалическая. Следующая 590 задача. На какую цифру оканчиваются следующие числа? Тут три пункта. Один пункт. Это 2 в сотой степени. Следующий пункт. 33 в 77 плюс 77 в 33. И какая довольно неприятная выглядящая задача. Хотя на самом деле она очень простая. Это число 9999, возведенное в степень. Показатель, который 999, возведенное в степень. У которой основание это 99, а показатель 9. Вот такое замечательное выражение. Смотрите, как оно устроено. Надо сначала 99 возвести в девятую. Потом надо посчитать вот это выражение. И уже потом все это. Это совершенно невообразимое большое число. То есть невозможно его цифры выписать. Но, тем не менее, число в одной строке будет число n, а в другой строке будет последняя цифра числа 2 в степени. Я не помню. Бывает не помню. Бывает не помню. Так, двойка, тройка, четвертка, пятерка, шестерка и так далее. Пожалуйста. 2 в первой степени на какую цифру заканчивается? 2 в квадратике. Т Top... Дальше. Правильно. Вообще, каждое следующее получается умножение на 2. 6 умножаем на 2. получаем 12, кончается на 2. Дальше, дальше давайте. 2х2, 4. И где период? Водочек будет повторяться. 2х4, 8, 6. Давайте мы подчеркнем его. Чтобы было видно. 2х4, 8, 6. 2х4, 8, 6. Ну и так далее, да? И значит. Если нас спрашивают о числе 2 в сотой степени. 100 раз делим на 4, получим 25 раз. 25. Получается это. Нам важно, что остаток 0. Сколько раз, как раз не имеет никакого значения. А вот то, что остаток 0, это важно. Значит, смотрите, четвертую позицию. Да, следовательно, шаги. Да, молодец, все правильно. Все правильно. Спасибо, Сергей. Между прочим, можно же было это так решить. Можно было сказать, что это 2 в четвертой степени в 25. Это 16 в 25. А как известно, шестерку, сколько на себя не умножай, все равно будет кончаться на шестерку. Так, хорошо. Теперь, дай вас еще помнить. У нас такое было правило, что пятая степень любого числа заканчивается той же цифрой, что и само число. В прошлый раз была такая задача, мы ее провели для любого цифра. Это в очередной раз убедились, что так. В том числе, для двойки это правило верно. Действительно, 2 в пятый заканчивается на ту же цифру, что и само число. Заканчивается на двойку. Может быть, это в пункте Б вам поможет? Чтобы лишнее, пожалуйста, чтобы лишнее раз вычтение не проводить. Период всегда четвертый. Да, пожалуйста. Петрюка. Вы сейчас тройку напишите вместо двойки, да? Вот это могли бы и не стирать, потому что вы помните, что ответ будет тот же самый. Сюда напишите тройку. Сюда. Нам просто сейчас повторять решение задачи, которая у нас уже с этим была неделю назад. Сначала посмотрим, что будет в 33 степень, если вы можете, 7 степень, 3, да, 9, 7, 1, 3, да, ну да, 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 период 4. Значит, если вас интересует 77 степень, то что надо делать? 77 делится на 4. Отлично. Какое ближайшее к 77 число делится на 4? 76. 76. На самом деле остаток 1. И поэтому 33 в 77 степени какой дает остаток при делении на 7? 3. Хорошо. Теперь 77 в 33 степени. Смотрите. 7 или 77. Неважно, потому что нас интересуется только последняя цифра. и 33. Какой дает остаток при делении на 4? 1. 1. Значит, на самом деле будет 8. 7, конечно. Так, значит, у нас будет 7. И последняя цифра какая? 0. 0. Так, пункт В. Вообще никаких вычислений не требует. Хоть там и ужасная степень, но ответ очевидный. Здесь все гораздо проще. я даже не буду стирать всю таблицу. После этого она станет неверной. Потому что лучше смотреть все. Значит, 9. В первой степени разумеется 9. Во второй степени 81 кончается на 1. а в третьей степени опять кончается на 9. Значит, здесь будет период 2. То есть, период 4 тоже будет. Да. Но он не будет наименьшим. Будет период 2. Отлично. Нам надо разведить. Надо узнать четное или нечетное вот это число. Да. Вот это показатель степени является четным или нечетным. И как на виду? Когда умножают 999 на себя много раз. Число будет четное или нечетное? Нечетное. Значит, ответ будет нечетным. Да. И число будет на 9. Спасибо. Правильно. Второй раз. 591 поинтереснее. Уже найдите не одну, а две последние цифры. Числа 2 в двухтысячной степени. Я боюсь, что вычисление потребуется достаточно длинное, поэтому давайте я такую табличку сделаю. Итак, 2 в степени n по модулю 100. То есть надо брать остаток отделения на сотню числа 2 в степени n. 2, 4, 8, 16. Нет, а дальше уж выкрините. Нет, 128 вам не надо. Вам надо просто 28. Вам нужны только последние две цифры, иначе вы не дождитесь когда она зацепится. 56. 0,2. 0,4. А теперь наверное вам будет приятно если я напишу здесь так. 0,2. 0,6. 0,8. Ничего не нет? Значит дальше будет 11 тоже 0,8. И вот теперь 8. И какой же период? Как период 8. 8. Выяснилось, что длина нет, вы еще не решили задачу. Вас спросили последние две цифры числа 2 в двухтысячной степени. Скажите, 2000 делится на 8 или нет? 2000 на 8 да. Делится. Поэтому две последние цифры будут какие? Две последние цифры будут цифры числа 2 в двухтысячной 5 и 6 5 и 6 да? что двухтысячная степень дает такой же остаток что 2000 как число 8. через каждые 8 будет повторяться и значит мы должны смотреть именно на 56. Отлично. Дальше очень важная задача. Существует ли число такого вида 19 19 19 и так далее 19 которое нацело делится на 97. на самом деле на этой задачи есть много вариантов смысл такой выписываем некоторое число и многократно повторяем его цифры и запись после этого спрашиваем может ли на какую-нибудь другую запись делиться или нет взяли например 19 повторили много раз вопрос когда получим число нацело делящееся на 97 или же нет но давайте я вам приведу пример когда точно не получим если мы берем вместо числа 97 здесь интересоваться делимостью например на 56 вы понимаете что никогда потому что это число всегда нечетное или если будем интересоваться делимостью на 55 то тоже никогда ничего не получится потому что это число никогда не делится на 5 ну вот а в случае когда и не на 56 и не на 55 а на на 97 это не важно важно что оно не делится ни на 2 ни на 5 что нельзя подобрать нельзя есть такое число есть такое число какое сколько штук ой вы что прямо делили вижу да вижу да вижу здесь в тетради просто процесс деления правильно нет ребята на самом деле это правда это разумное разумный подход действительно он просто взял пока я тут говорил 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 он взял и делил в какой-то момент остаток получился равный нулю ну и он счастливый обнаружил да вот ну конечно это совсем не то чего я ожидал господа настоящее решение звучит следующим образом видишь это настоящее решение звучит следующим образом давайте возьмем такие числа 19 1919 19 19 и так далее и таких чисел мы с вами возьмем 97 штук. То есть, последнее из них устроено очень просто. Надо 97 раз написать 19. Дальше есть два варианта. Либо одно из них нацело делится на 97, и тогда просто больше ничего делать не надо. Все, да? Либо же ни одно из них не делится. На самом деле это неправда, но, предположим, пусть ни одно из них не делится. Тогда, господа, все они дают разные остатки. Такое может быть? Нет, не может быть. Потому что остатков от деления на 97, их у нас всего 97 штук. И мы предположили, что нулевого остатка не бывает. Значит, осталось сколько вариантов? 96. А 96 меньше 97. И значит, обязательно найдутся два числа, которые дадут один и тот же остаток. Одинаковые остатки. Давайте теперь посмотрим, что это означает. Предположим, что вот одно из этих чисел это 19, 19. Вот так вот, да? А другое число, это, например, так. Если у них остатки от деления на 97 совпадают, то тогда разность этих чисел делится нацело на 97. Потому что, когда остатки одинаковые, значит, числа отличаются несколько раз на 97. Но чему равна разность? Разность это 19, 19, 19. Согласны? И нули. Нули ни при чем. Дело в том, что 10 это 5 умножить на 2. А число 97 ни на 5, ни на 2 не делится. Если какие-то два числа дали один и тот же остаток, например, вот эти два числа дали один и тот же остаток, приняли 97, то их разность должна делиться на 97. Нули ни при чем, потому что 10 это 2х5. Значит, на самом деле вот такая штука должна делиться на 97. А это и есть то, что мы хотели доказать. Поняли? Отличающая теоремка. Заметьте, все, что нам требовалось, чтобы 97 было взаимно просто с числом 10. То есть здесь можно ставить любое число, которое не делится на 2 и не делится на 5. Никаких других условий на число 97 на самом деле нет. Теорем такая. Если при большей общей делитель чисел А и М равен 1, где А и М целые числа, то существует, вот этот значок, который заменяет слово существует, такое натуральное число Н, что А в степени Н минус 1 делится на М. Значит, ребята, смотрите. Во-первых, понятно, что можно спокойно считать число М больше нуля, потому что что делится на положительное число, то, что делится на отрицательное число, неважно, при пределимости это не имеет никакого значения, поэтому будем считать, что М натуральное число. Так вот, доказательство этой теоремы звучит очень просто. Рассмотрим числа в единице А, А в квадрате и так далее, А в степени М. и каждое из этих чисел поделим на число М с остатком. Как вы видите, этих чисел М плюс одна штука. Кстати, единица это то же самое, что А в нулевой. Этих чисел М плюс одно. Поэтому их больше, чем возможных остатков от деления на М. Согласны? Остатков М штук, а чисел у меня выписано один А А квадрат и так далее, А в нулевой. М плюс одно. Значит, какие-то два из них обязательно дадут один и тот же остаток. Что это значит? Это значит, что А в какой-то там степени будет давать такой же остаток, как А в какой-то там другой степени при делении на М. Я напоминаю, что этот значок означает, что эти числа дают одинаковый остаток от деления на М. Как это можно сказать по-другому? Это очень просто. Разность наших вот этих чисел делится на цело на М. Давайте я это напишу. А в степени Р плюс С минус А в степени С делится на цело на М. Давайте выносим А в степени С. В скобочках будет так. А в степени Р минус один делится на М. Очень хорошо. Числа А и М взаимно простые. Поэтому вот это А в степени С не имеет никакого отношения к этому числу М. На самом деле А в степени С можно проигнорировать и у нас получается что А в степени Р минус 1 делится на М. На самом деле ровно в этот момент рассказ должен был бы начаться а не завершиться. Потому что ровно в этот момент должна начаться история о малой теореме Ферма и история о периодическом тропе. На самом деле есть уже записанные замечательные совершенно фильмы, ну есть замечательные статья про малую теорему Ферма в книжке Арифметика и лекции на малом Мехмате про это. Они так и называются периодические тропи и малая теорема Ферма. очень советую их изучить, потому что ребята это очень глубокая задача, это очень глубокая вещь. С этой задачи начинаются действительно очень многие построения в теории чисел. в теории в теории в теории в теории в теории